Натулька моя уже доехала, Борис смотрит какой-то фильм психологический. А я сказала, Натуль, давай чайку попьем, а сама положила себе куриную ножку, ребята. Что-то я проголодалась, аппетитно гуляла. Нельзя кататься на горках, потому что аппетитно гуливаешь. Ну, ладно, после куриной ножки попью кофе, но с тортом. Надо тортик доедать. Доброе утро, страна! Доброе утро, зарубежья! Сегодня воскресенье, и мы договорились, что я иду к маме с тетей. Какая замечательная погода на улице. Снежок. Легкий-легкий такой, не сильный, очень-очень приятный. Зимняя погодка, сухая, не слякотная. Давно мечтали о такой зиме. Что-то не холодно совсем, а сказали, что будет мороз. Но мороза нет. Нет, он есть, только он лёгкий, мягкий, нежный-нежный. За нос не кусает. Посмотрите, какая красота. У мамы распустился белый багульник. Вот есть сиреневые цветы. Да, это багульник. А это чисто белые цветы багульника. Вот видите, они отличаются. Беленькие цветочки. Вот это да. Вот такие разные цветы. Есть сиреневые, а есть белые. Красиво. Пришла к маме с тётей. Продукты принесла. А вот химия не знала, какая у них есть. Сейчас посмотрела. Оказывается, отбеливателя не хватает. И лимоны забыла купить. Сейчас лимончик ещё зайду куплю. Пока мои девчонки завтракают, я всё это схожу и куплю. Ой, пришла в хозяйственный магазин. Ребят, такой классный магазин. На улице широкая остановка Продмак. Я вот не зря вам говорю, потому что действительно хороший магазин. Здесь я покупала конусы. И мама просила отбеливать, или я купила белизну. Вот такую. Вот такая белизна. И сейчас покажу, но в этом магазине много что есть. Из того, что я не видела в других магазинах. Помните, я вам показывала и рассказывала о конусах для вафельных трубочек. Так вот, тут они есть. Ну, сейчас покажу, короче, магазин. Мне разрешили, я договорилась. Сейчас покажу. Магазинчик находится в подвале продовольственного магазина. Входите в продовольственный магазин, и вот вниз идёт лесенка. Здесь огромный ассортимент. Просто огромный. Порошки, причём разнообразные. Таблетки для посудомоечных машин. Много-много-много всего. Сейчас покажу и расскажу. Ну, сушилки для обуви. Всевозможные чехлы для одежды. Вот я люблю малюсенькие магазинчики, потому что здесь на одном квадратном метре очень много всего собрано. Разные товары, которые вы не увидите. О, кстати, зажимы для пакетов. Тоже нужно взять, маня. Вот такие вот хочу взять. Вот такие нет. А вот такие я сейчас возьму. Вот я говорю, в таких магазинах бывает очень много собрано того, что не увидишь в больших магазинах. А если увидишь, то по огромным ценам. Смотрите, что увидела. Зажимы для полотенец. Зажал полотенчика и повесил. Фиксатор для двери. Как будто бы сыр будет валяться на полу. Это тоже фиксатор для двери. Листик. Видите, какое разнообразие всего. Ну вот также здесь и для бани разные принадлежности. И чулочки-носочки. И всякие средства гигиены. И краска для волос. Вот тут я очень часто нахожу свою краску для волос, которую люблю. Вот, кстати, белое солнце мы с Любашей не могли никак найти. А здесь, пожалуйста, есть. Я говорю, очень часто вот такие магазинчики, очень-очень часто имеют такой ассортимент, который не встретишь в других магазинах. Ну вот эти отделы я вообще очень люблю. Это для того, чтобы делать мороженое. Это чтобы фигурно разрезать тесто. Вот. И праздничная атрибутика есть. Друшлочки маленькие. Вот у меня Алла все мечтала о маленьких друшлочках, потому что ей большой друшлак. Дуршлак не нужен. Не друшлак, а дуршлак. Много всего. Шприцы. Открывашечки. Вот эта резка мне понравилась. Вот такую резку я себе купила. Здесь она стоит 146 рублей, а я ее видела по 700. Но я себе тоже такую взяла резочку. Ой, вот эти формочки нравятся. Кулинарных колец набор. Ну, это салатики делать, заливные делать. Хорошая штучка. Очень хорошая. Так, я беру свои зажимы, и мы двигаемся с вами дальше. Крышки, свечи, всякие молки. Вот кто мне говорил, где вы берете вот эти вот мельницы? Вот, пожалуйста, деревянные мельницы. Вот стеклянные, стеклянные, деревянные. Вот какое огромное разнообразие мельниц здесь. Свечи, формы. Вот такие формы. Этот магазин хозяйственный очень похож на магазин советских времен. Переходишь в разные отделы и встречаешь здесь даже постельное белье, тапочки, пластик. Смотрите, какая симпатичная миска для собак. Прям замечательно. Вот контейнеры всевозможные. Даже пароварка. Красивые контейнеры. Пластик. Здесь тоже пластик. О, а это что? Это дерево? Нет, это пластик под деревом. Ребята, моя слабость – это кружечки. Такие красивые. Праздники приближаются, поэтому нужно смотреть подарки. Так. Ой, какие прикольные. Дисней принцесса. Чашечка, между прочим, хороший подарок. Всегда. Ой, какая при... О, Оля, пожалуйста. Ничего себе. Сразу раз – и Оля. А здесь кто? А здесь Аня. Мне нужна большая чашка. Будильник я перезвоню. С петухом. Ой, ребята, это, по-моему, Овен. Давайте посмотрим. Я думаю, что да, это подарок для Овна. Нет, это козерог. Вешаем на место. Какие симпатичные. Олег. О, кружечка для Олега. Олег – настойчивый, уверенный в себе человек. Все, за что не возьмется, у него получается. Надежен и предан близким. Тяготеет к точным наукам. Данил, Никита, Серега. Ой, ребята. Я остановилась на кружечках. Уж было интересно. Вот такая кружечка мужская. Здорово, да? Вот это с российской символикой. С Днем Защитника Отечества 23. Ребята, ну это же прекрасные подарки. Так, а это что такое? Надписи очень интересные. По себе знаю, сто процентов. Гений никогда не скажет, что он гений. По себе знаю. Прекрасные кружечки. А это что? Каждый охотник желает знать, где сидит фазан. И достаточно ли водки взято? Боже мой, нет, такую кружку нельзя дарить мужчине. Много всего. Ну, симпатичные салонки. Вот в таких магазинчиках к 8 марта и к 23 февраля можно прекрасно подобрать подарки. Ну, я вам показываю, потому что, возможно, кто живет рядом, зайдет в этот магазинчик и посмотрит, что здесь есть. Ах, ребята, вот это да! Ой, какой красивый набор! Ой, какой красивый! Ммм, называется набор Романс. Специи, баночки всевозможные, подставочки. Очень красиво. Ну вот, есть даже детские наборы. Ну, детей же тоже надо поздравлять с праздником 8 марта. Кружечки опять. Это с заварником СССР. Для мальчишек кружечки. Мальчика ведь тоже поздравлять. С любовью, с любовью. Как красиво. Очень красиво. Всевозможные заварники. Даже вот такие двойки. Господи, какая красота. Смотрите. Кружка с подставкой. А это кружка для байкера. Ты моя звезда. Ребят, смотрите, какие кружки. Плотно ужинаю, плотно завтракаю. Ну, кастрюли, сковородки. А, кстати, воки. Вок, вок. Сковорода вок. Биол с двумя ручками. 1650. Кастрюля казан. Кто хотел? Вот кастрюля казан. И вот это, наверное, тоже кастрюля казан. Ух ты, казан 3 литра с крышкой. Литая. Значит, это чугун, наверное. Здесь даже это можно приобрести. Много всего. Также косметика, товары для дома, лампы. Ой, у меня там, наверное, мама с тетей уже заждались. Кстати, мама хотела клеенку. Но хотела клеенку на ткани. Я вот на ткани хотела бы. Не знаю, здесь есть на ткани или нет. Мама хотела светленькую какую-то, голубенькую, как сказала тетя Валя. Сейчас посмотрим. Может быть, что-то есть. Ой, смотрите, новогодняя какая. Но не на ткани. Вот очень симпатичная. Ой, а это ромашками. Ребята, посмотрите, клеенка ромашка. Лето. Как будто лето. Всевозможные горшки. Ну вот, обошли с вами целый магазин. И посмотрели все-все-все, что здесь есть. Наверное, даже еще и не все-все-все. Утюги, чайники разных размеров. Кастрюмы. Маленькие магазинчики. Тема цены. Что у них очень большой ассортимент. Ну ладно, все. А теперь надо бежать к маме с тетей. А то они меня уже заждались. Я на выходе у кассы увидела вот такие свечи. А вот такие красивые. Какие красивые. Адрес магазины. Улица Широкая, дом 6. В подвальчике магазина Пругмак. Люблю сюда заходить. Я говорю, магазинчик небольшой, но ассортимент очень большой. Я здесь очтут, что это реклама. Но это не реклама. Просто делюсь хорошим магазином, где сама бываю очень часто. Ну а сейчас домой, к маме с тетей. Все днесла, все приготовила. Попила с девчонками кофе, нарезала им лимон. И вот сейчас только ухожу. Время седьмой час. Сейчас мама помашет из окошка. И пойду пройдусь немножко. Полюбуюсь на зиму.